Всем добрый день! Сегодня у нас в гостях Василий Николаевич. Если вы за нами следите, то, наверное, знаете, что мы являемся инвесторами в создании синтетических алмазов и представитель компании находится здесь у нас сегодня в офисе. Не просите, если я вам задам несколько вопросов по поводу вообще направления синтетических алмазов. Да, конечно. Василий Николаевич, скажи, пожалуйста, почему ваша компания вообще выбрала направление по созданию синтетических алмазов и что повлияло на это? Ну, давайте посмотрим у нас, что сейчас есть. 97 процентов рынка технических алмазов — это синтетический алмаз. Алмаз — это бриллиант в обработанном виде. Алмаз — это режущий инструмент в медицине. Алмаз — это идеальная линза для микроскопа, для лазерной промышленности, для рентгеновских систем. Алмаз — это режущий инструмент для металлообработки, для бурения, для нефтедобывающей промышленности, для нефтегазовой промышленности. И, в конце концов, алмаз — это очень хороший способ получить бриллиант ювелирного качества высокого, который растопит сердце любимой девушки. Скажите, пожалуйста, вот я знаю, что в интернете есть информация о том, что есть подобные компании, которые точно также выращивают синтетические алмазы. Чем вы готовы удивить мир и те компании, которые занимаются тем же самым? То есть какие ваши преимущества? Во-первых, что мы имеем — технологии не стоят на месте. То, что мы планируем запустить на рынок, оно на текущий момент является оборудованием нового поколения. Здесь мы используем химический состав своей собственной разработки, который позволит нам играть со светом, с цветом алмаза, создавать ювелирный алмаз крупнее, гранить его гораздо большим количеством граней, чем, например, аналогичные, синтетические какие-то варианты. Плюс мы с химической и технической точки зрения создаем совершенство, то есть он абсолютно идеальный. То есть мы создадим вместе с вами идеальные алмазы? Да, идеальные алмазы. Ведь именно в этом их отличие от природных. Вот у меня как раз следующий вопрос. Именно что еще отличает выращенные синтетические алмазы от природных алмазов? То есть кроме того, что он идеален, еще есть что-то? Да, конечно. То есть смотрите, природа создает алмаз миллионы лет. Высокая температура, давление и миллионы лет. Те алмазы, которые вы носите в качестве украшений, там девушки, жены, носят в качестве украшений, это практически маленькие кусочки очень большой истории. Для того, чтобы сделать синтетический алмаз, требуется период примерно около трех дней и тоже высокие температуры и высокое давление. Но благодаря тому, что этот алмаз создается в лабораторных условиях, он идеален. В нем отсутствуют вкрапления, трещины, потусторонние включения. У него идеальная прозрачность, у него идеальная структура, у него идеальная поверхность. Цена сегодня за там один карат природного алмаза, она там что-то варьируется от пяти до пятнадцать тысяч. Ну давайте возьмем десять тысяч долларов. То если вы будете создавать идеальный алмаз, то получается какова будет его стоимость? Его стоимость будет ниже. Почему? Потому что что надо сделать и какие работы надо произвести, чтобы добыть один карат природного алмаза. То есть мы должны обработать тонны породы, которые привез на себе самосвал, который выбрал в карьере экскаватор. Либо это алмазы, которые добываются в Сьерра-Леоне, в Африке, где происходят преступления всякие на этой почве. То есть это печально известные кровавые алмазы, да. То есть это, ну это не гуманно, это не экологично. То есть какая цена у этого карата, да, и какова цена того карата, который создан в чистой лаборатории, где люди трудятся в белых халатах, белых перчатках, где не добывается порода, не раскапываются недры земли, и где все происходит при исключительно идеальных условиях. Спасибо за ответ. То есть я правильно понимаю, что ваша задача не просто деньги зарабатывать на этой технологии, но также это сократить разные негативные моменты, которые происходят в момент вот добычи этих алмазов. То есть гуманный проект, да, такой. Ну да, я с вами полностью согласен. То есть такое производство, синтетическое выращивание алмазов, оно гораздо более гуманное, чем природная добыча в том или ином виде. То есть, знаете, есть эти гринписы, да, которые, как бы, негативят, когда женщины там носят шубы, да, они это носят, дабы было тепло. А здесь, получается, также есть определенные люди, которые негативно относятся к тому, что люди используют алмазы, потому что они понимают, как это добывается. То есть, в принципе, здесь мы уходим от этих, как бы, компаний, да, которые зарабатывают на этом большие деньги, но при этом как-то негативно влияя на других людей. И ваша миссия, она здесь даже получается благородная. Ну, получается, что так. Мы создаем выгодную конкуренцию. Очень выгодная конкуренция. Это очень важно. И, ну, в связи с этим, у меня есть следующий вопрос. А какой потенциал рынка? То есть, вот, на ваш взгляд, какой потенциал этого рынка, ну, вы видите сегодня? Я понимаю, что он может там разрастаться, но вот именно на сейчас. Смотрите, на текущий момент. У нас горнодобывающая промышленность на месте не стоит. Мощности растут. То есть, если мы сравним, например, что было десять лет назад, с какой скоростью производилась добыча и с какой скоростью она производится сейчас, скорость растет. Растет скорость, раздет износ оборудования. То есть, расходные материалы теряют свою прочность и нуждаются в замене. Мы создаем эти материалы. Далее. Медицинская промышленность. Медицинская сфера. В медицинской сфере мы видим, что умения, навыки, профессионализм врачей, он растет. То есть, если раньше пересадка органов это было что-то невообразимое, то сегодня это вполне себе естественные процессы. Вот. Далее. Микрохирургия развивается очень высокими темпами. Если мы будем поставлять высокоточные инструменты, высокоточные скальпели, высокоточные линзы для лазеров, то эти промышленности, соответственно, будут развиваться все быстрее и быстрее и становиться совершеннее. То есть, мы таким образом сильно развиваем науку в этой отрасли. Далее. Аэрокосмическая промышленность. Алмазы и алмазные линзы, то есть, они способны работать в очень агрессивных средах, которые на... То есть, эта среда агрессивная, она на алмаз совершенно никак не влияет. Он очень устойчив к внешним воздействиям, поэтому мы его можем поставить и использовать в таких местах, в которых любые другие материалы очень быстро изнашиваются и требуют замены. А еще, я полагаю, тоже можно будет использовать для каких-то бурмашин, да, как алмазное напыление там делается для того, чтобы... И еще не только это. То есть, здесь мы имеем такую перспективу, как развитие компьютерной промышленности, то есть, разработка микрочипов на алмазных подложках, размещение микрочипов на алмазных подложках. Это, мне кажется, будущее компьютерной технологии, потому что алмазная подложка, она обладает более высокой теплопроводностью и, соответственно, будет эффективнее работать относительно текущих микропроцессоров. А микропроцессоры урваивают свою производительность практически каждые 24 месяца. Вот. Здесь у данной отрасли очень высокий потенциал. Ну, я думаю, наши ребята в IT-технологиях, да, которые разбираются, они, наверное, по достоинству оценят новые чипы, которые будут, новые процессоры, да, которые будут вот на этом алмазных подложках. Хорошо. Василий, в принципе, у меня вопросов больше нет. Если есть у наших зрителей, у наших партнеров есть вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. С удовольствием в следующий раз уже встретимся в более, как бы, таком расширенном составе, да, и, может быть, ответим на те вопросы, которые будут у наших партнеров. Хорошо. Все, спасибо большое.